Здравствуйте! Вы смотрите Нечто, проект, герои которого делятся историями о мистических событиях, изменивших их жизнь. С гостей сегодняшнего выпуска, писателем, антикваром Светланой Богдановой, я познакомился несколько лет назад в Париже. Нужно сказать, что перед обаянием и харизмой этой женщины устоять сложно, поэтому сегодня вместе с нею мы отправимся в увлекательное мистическое путешествие. В этом эпизоде – поиски следов прошлой жизни на руинах погибшего города, таинственный московский гуру и его игры со временем, а также история Матильды или подарки из параллельных вселенных. Мне очень трудно придерживаться одной какой-то концепции. Иногда мне кажется, что, как у Булгакова, что вот кто во что верит, тот то и получает, да? Иногда мне кажется, что веришь, не веришь, все равно тебе надо куда-то двигаться, и тебя кто-то куда-то двигает. С самого детства я помнила свою предыдущую жизнь. Но все вокруг к этому относились по-разному. Вообще в нашей семье как-то особо про это не говорили, про другую жизнь, про какие-то там реинкарнации. Это как-то было не принято, это была не тема для разговора. И поэтому было странно, когда, значит, вот ребенок, то есть я, вдруг начал говорить, что помнит свою прошлую жизнь. А мне действительно снились сны на эту тему. Мне снился вулкан, я довольно быстро поняла потом, что это Везувий. Мне снилось, что он извергается. Мне снилось, что я каким-то образом избегаю. Каждый раз я избегала вот смерти, этой опасности. Однажды я даже помню очень отчетливо, это был сон очень странный, когда, значит, за мной приехал автобус. И вот на автобусе я куда-то уехала в море прямо. То есть мое сознание подкладывало под этот сюжет ту реальность, которую я уже знала в этой жизни. То есть это... Я очень быстро поняла, что это вот именно то время, когда погибли Помпеи, Геркуланум и другие города, да, вокруг Везувия расположены. Вот. Я очень хорошо себе представляла, как все это было. Я слышала звуки. То есть воспоминания у меня были очень объемные. Звуки, запахи. Я чувствовала разные эмоции. Я прекрасно помнила, как я там гуляла. И гуляя, я ощущала ароматы цветов. Я слышала шорох ветра там, листьев. То есть воспоминания удивительно объемные были. Видела каких-то людей. И при этом вот вдруг появлялся автобус из моей нынешней реальности, который меня спасал, да. Ну, родители к этому относились как-то с юмором. Я их понимаю, потому что непонятно, как реагировать в такой ситуации. Вот человек говорит, значит, маленький человек говорит, а я была итальянкой или там итальянцем даже. У меня были непонятные такие воспоминания. Не могла понять, я была мужчиной или женщиной. Не понимала этого. Вот. Где-то уже в подростковом возрасте, я не помню, наверное, лет 12-13 я даже засела и за год прошла учебник итальянского самостоятельно. Причем этот учебник тоже как-то страшно тяжело мне добыли родители. Я вот, значит, учила итальянский самостоятельно. Учебник был безумно скучный. Там были страшно скучные фразы, которые надо было запоминать, типа «Пьетро э коммунисто», что-нибудь такое. Но я это все вызубрило на зубок. Вот. И вот настал день, когда я смогла закрыть этот гештальт. Уже будучи весьма взрослой дамой, не помню, сколько мне было, в общем, за 30. Серьезно. Уже к 40. И я вот отправилась в то место, туда, на Неаполитанщину. Вот. Значит, поехали мы с мужем. И я перед тем, как мы туда первый раз поехали, в Помпеи конкретно, я ему сказала, значит, вот ты будешь моим свидетелем. Значит, диспозиция такая. Вот здесь гора, вот здесь город, вот здесь море, вот здесь то, вот здесь то. Он сказал, хорошо. Я это все быстро зарисовала на бумажке. И мы поехали. И так все и было. С одним но. Море не было там, где я думала, что это вот море, вот оно должно быть. Вот я прекрасно помнила вот эту стену. Я прекрасно помнила, как я иду вдоль этой стены в той своей прошлой жизни. Но моря не было. А в моем воспоминании оно было прям, вот я шла по берегу моря. И у нас была какая-то... Это был первый раз, когда мы туда поехали. Теперь мы туда ездим регулярно вообще. И мы поехали тогда первый раз с экскурсией. Обычной попсовой экскурсии по Помпеям, когда показывают тебе бордель, показывают тебе там еще что-то завлекательное такое. Ну, в общем, что любит публика. Вот. И вот в процессе, значит, этого галопа по Помпеям с просмотром достопримечательностей туристических, значит, я отлавливаю экскурсоводку и говорю, а где море? Где оно? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну вот море, ну оно, наверное, вот здесь, у стен тут же там. Ну, пытаюсь как-то ей объяснить это еще логически. Вот, ну, тут же типа ров какой-то или что. Тут должно быть море. Она говорит, а, ну море отошло. Оно на километр отошло. Дело в том, что когда произошло извержение, то там, значит, вот лава что-то там, значит, натекло вот это вот, как бы натекла эта почва новая, другая, да. И моря уже здесь нет. Да, говорит, здесь раньше было море. И потом я очень много еще деталей вспоминала. Я нашла место в Помпеях, где я вот очень хорошо помню, что я там жила. И я очень хорошо помню, что там происходило в этом месте. При этом, например, вот я помню, что я вроде там живу, а значит, на табличке написано, что это какой-то храм. Не знаю, может, я жила при этом храме. Не знаю, в общем, странно. Вот. Я помню очень хорошо погоню за мной. Вот какая-то была погоня. У меня были какие-то проблемы, видимо, в Помпеях. Вот. Я убегала куда-то. Вот. Ну вот какие-то детали. Очень много деталей. Я даже их не буду, наверное, сейчас рассказать. Это, наверное, не так интересно. Но, в общем, что-то подтвердилось. Иногда я даже думаю, что это такая игра. Игра сознания. Ну, может быть, где-нибудь, когда-нибудь. Хотя это была не тема. Тогда не было, например, такого количества документального кино, чтобы показывали. Да. Я очень хорошо помню, что у нас один мальчик в школе был в Италии с родителями. Он был какой-то такой вот из такой привилегированной семьи. Они ездили в Италию. И он был в Помпеях. Я тогда у него очень хорошо помню, что я задала ему один единственный вопрос. Вот. Ну, и как там? Как оно все выглядит? И он мне ответил одним единственным ответом. Ну, там дома без крыш. Вот все, что сказал мне этот мальчик. То есть, я не могла взять эти воспоминания из какого-то такого вокруг меня созданного, я не знаю, культурного контекста. Его просто не было, этого контекста. Кстати, сказать за свою жизнь мне удалось, вот, за мою жизнь мне удалось вспомнить несколько еще других жизней, но менее детализировано. Вот. То есть, я абсолютно верю в то, что люди живут много жизней. Но это, увы, не избавляет нас от страха смерти. Мои близкие, я всегда им завидую, когда они говорят «О, о, стой, 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 сейчас дежавю, дежавю, дежавю». Я говорю «А что? Что было? Что было? Ну, вот мы так сидим, и вот ты говоришь, и вот точно, вот здесь вот точно вот это светится, а вот тут вот пахнет там, я не знаю, жареным». Вот. И я когда это слышу, я говорю «Блин, как я вам завидую! У меня никогда не было дежавю! У меня было только несколько раз во сне, что мне казалось, что черт, этот сон мне уже снился». Вот. Вот это вот было у меня. А так никогда в жизни у меня не было дежавю. Один раз у моего мужа было такое затяжное дежавю, что он сказал, что «Я знаю, что будет через три часа». И когда я сказала, что этого быть не может, что это фигня, потому что то, что он знал, оно не складывалось в моей системе координат. Например, я полагала, что через три часа я буду дома, а он сказал, что ты не приедешь через три часа домой. Вот я не знаю почему, но ты приедешь вот во столько-то домой. И точно, я мало того, что встряла в пробку, я еще и запуталась на каких-то развязках, и, в общем, тогда еще не было этих самых навигаторов. И я что-то вообще куда-то уехала. И когда я оттуда стала выруливать, я встала в еще одну пробку, и я точно приехала домой через пять часов, а не через три часа. Так что вот такое у него было затяжное дежавю один раз. И теперь всякий раз, когда он кричит «Стой, стой, стой, стой! Дежавю, дежавю, дежавю!» Я говорю «Да-да, и что будет?» Я всегда ожидаю этого фокуса, но этого фокуса не происходит. Как всякий мистически настроенный человек, я всю жизнь размышляла о том, нужен ли мне гуру. И должен ли быть вообще у человека, который мечтает, ну, скажем, хотя бы как-то познать, не познать даже, а просто ощутить присутствие иных миров, да, каких-то, может быть, параллельных реальностей или как-то так, или загробного мира, я не знаю, ну, у каждого свои какие-то мысли на этот счет, должен ли этот человек получать себе вот, ну, как бы, вот свыше некоего проводника. Проводника, который будет ему говорить «Туда ходи, а туда не ходи, а то снег в башка попадет». Да, ну, вот как-то так, то есть чтобы он предупреждал об опасностях, чтобы он учил каким-то техникам. И вот однажды я встретила гуру. Произошло все очень странно. Я ехала на самокате, и по ряду причин я очень сильно упала и расшиблась. Я потеряла сознание, и меня кто-то подобрал. И когда я пришла в себя, я обнаружила, что я нахожусь в чьей-то квартире. Я вообще не понимала, что со мной происходит. Ситуация была очень странная, и она продолжала быть очень странной весь этот первый день нашего общения, потому что, ну, вообще, ну, любой современный человек, да, вот на такую ситуацию посмотрел, скажет, ну, кошмар какой-то, маньяк там, не знаю, надо было скорую вызвать. Но при этом в том моем состоянии в этом не было ничего странного. Только когда мне стало легче, я была очень, я сильно повредила коленку, и вот я ничего не понимала. Не понимала, что это странно, и что странно, что я оказалась на каком-то диване под пледом, что какая-то, значит, какой-то мужчина заходит туда, что-то мне говорит, и я при этом сквозь какое-то болезненное состояние его воспринимаю. Вот, это было не странно. А странно было уже потом, когда я вдруг оказалась абсолютно здоровой на следующее утро. И я смутно помнила события той ночи, я помнила какой-то странный темный коридор, какие-то странные портреты, меня куда-то тащили или везли, в общем, я не знаю. Все это было еще при свете свечей, то есть это какая-то абсолютно готическая сказка. Вот, и я почти ничего не помню, что там было, но наутро я познакомилась с этим человеком, который меня подобрал, и который меня вылечил мгновенно. Он был очень, ну и есть, сильный лекарь. А этот человек интересен тем, что он настаивал, всегда настаивал, чтобы я как раз все записывала и все документировала, что происходило. Потому что он свято верит в то, что наша встреча, она продлевает ему жизнь. Вот это очень странная вера, потому что он считает, что если я все это зафиксирую по максимуму, все, что он мне говорил, все, что он делал, то я закрою некую серьезную главу в его жизни, просто создав некий такой некий, даже не знаю, какой-то саммари, да, какой-то вот емкий, емкую выжимку из его жизни, из его того этапа жизни, в котором я его застала. И он сможет начать другой этап жизни. Вот такой у него взгляд на вещи. Этот человек, у него есть кликуха. Его имени, настоящего я раскрывать не буду, но кликуха у него немец. Он владеет совершенно необыкновенными техниками. Начну с того, что он действительно очень долго живет. Он, возможно, бессмертный. Ну, звучит это дико немножко, да, но дело в том, что этот человек имеет возможность поддерживать свою жизнь в определенном состоянии. Он не йог, он не какой-то там, я не знаю, какой-то восточный мистик, нет. Он, наоборот, абсолютно западный мистик. И более того, он абсолютно городской житель. Он рассказывал мне об удивительных существах, которые живут вместе с нами в городе, и я их видела, эти существа. Например, все мы сталкиваемся с, ну, например, с такой ситуацией. Мы идем вечером где-нибудь в центре гуляем, и вдруг видим какого-то странно одетого человека. Ну, какого-нибудь, не знаю, с иголочки одетого пожилого мужчину в шляпе. И при этом, ну, скажем, у него есть в костюме какая-то очевидная странность. Например, гетры в стиле 20-х годов. Или какая-то цепочка где-то висит. И вот он странный. То есть это не то, чтобы просто богатый дэнди такой пожилой, да, а это, ну, сразу чувствуем странность. Вот, например, он говорит, что за такими людьми нельзя ходить. Что на самом деле это определенный дух, определенной местности, который, у него задача с определенной целью заманить человека в какой-то переулок, в какое-то место, там, проходной двор. Не с целью ограбить или что-то, а у него чисто энергетические желания вот с человеком войти в некий контакт и получить какую-то энергию. Это для человека часто бывает травматично весьма. Поэтому лучше за такими людьми не ходить. Вот, говорит, например, немец. Еще у него, вот что я лично испытывала, это у него есть некий эликсир, который может переносить тебя из одного ремня в другой. Это очень странная вещь, это никакой не галлюциноген, ничего. А, значит, это называется, это жидкость вреюшка. Она называется вреюшка. Вот, значит, вот эта вреюшка, если ее принимаешь, то потом ты вдруг понимаешь, что изменилось освещение в комнате, например. При этом с тобой ничего не происходит. И я тщетно пыталась осязать как-то это изменение. Ну вот как, например, когда куранты бьют 12 часов в Новый год, и ты чувствуешь, как будто стараешься телом всем почувствовать переход из одного года в другой. И ты чувствуешь прямо каждой клеточкой, как будто ты проводишь быструю инспекцию своего тела. Ну как, ну как я чувствую, что я перехожу в другой год? Тут ты тоже можешь так попробовать себя настроить на то, что ты сейчас быстро куда-то перенесешься. Но так же точно, как в Новогодней ночь, ты ничего не чувствуешь. Ты только чувствуешь, что ты себя накручиваешь определенным образом. Вот. Но освещение меняется. Освещение меняется. Самое большее, куда я перемещалась, это было чуть меньше суток прошлый день. Вдруг ты видишь, что у тебя на телефоне другая дата. Ты начинаешь себя щипать, начинаешь пытаешься понять, что происходит. Говоришь, ну, понятно, сбилось там что-то. Перегружаешь телефон, начинаешь там еще что-то, заходишь в компьютер. А оно изменилось ты в предыдущем дне. Чудеса, какие он мне показывал, например, это изменение пространства. Вот это точно как у Булгакова. То есть ты заходишь в маленькую квартиру, она, кажется, гораздо больше изнутри, чем ты думаешь. Или через эту квартиру можно пройти в другое здание. И ты вообще даже думать не мог об этом, потому что это, в общем-то, ну, обычный, ну, там, необычный, понятно, там, старый, скажем, 19 века, многоэтажка в центре, да. И как вообще можно, как можно из одной квартиры перейти в другое здание, не имея там очевидного, там, не знаю, какого-то перехода, да, или какого-то там, ну, не знаю. То есть, вот, ну, тем не менее, это происходило. Ты открываешь дверь, какой-то черный ход, идешь по этому черному ходу, но он почему-то не заканчивает. То есть, ну, допустим, у нас в этой квартире тоже есть черный, и в той квартире тоже был черный ход. Ну, вот, ну, это просто еще одна лестничная клетка дополнительная. И ты просто проходишь по этой лестничной клетке. Но внезапно ты понимаешь, что ты не выходишь на улицу, а ты оказываешься в каком-то, например, зале. Вот, ну, просто какой-то зал, вот. Там какой-то народ. То есть, ну, похоже на какую-то презентацию чего-то. Ну, вдруг ты понимаешь, что все эти люди странные. Ну, и ты тоже, конечно, странный среди этих людей. Вот. И постепенно ты начинаешь замечать деталь. То есть, ничего особенного с физической точки зрения ты не чувствуешь. Это обычный переход из одной квартиры в другую, ну, условно говоря. Вот. Но потом, когда ты подходишь к окну в этом доме, ты вообще не понимаешь, ты где, это что. И только потом я уже поняла, где я была, что это был за дом. Этот дом, он тоже существовал, он и существует до сих пор. И я тогда часто бывала в этом районе, он меня всегда удивлял тем, что он какой-то нелюдимый. Какой-то, как будто бы он сделан очень шикарно. Ну, может быть, мне казалось, что это какая-то постройка в стиле 90-х. Что в 90-е годы кто-то взял и купил себе маленький кусок земли там во дворе прям жилого дома. Вот. И я мимо этого дома ходила, думаю, что тут такой банк или что. Почему тут такие вот явно бронированные стекла, они отражали там, ничего, взглянуть нельзя. Никогда свет там не горел, ничего там не происходило. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что я попала в этот дом. Когда я у него спросила, зачем ты все это вытворяешь, зачем это все нужно, он мне сказал, что я шоумен, я должен это делать, потому что иначе ты бы мне не поверила. Я как, как-то он так хорошо сказал, я как рыночный, рыночный скомарок должен увлечь тебя фокусами. Иначе ты не станешь на это обращать внимание и будешь писать об этом. Вот так он сказал. Я решила написать все-таки по его просьбе книжку на эту тему, описать некий опыт общения с этим человеком. Но там довольно много о нем информации, то есть о том, что было. Мы с ним год общались, с этим человеком. И за этот год довольно много происходило. Если еще учесть, что этот человек умеет обращаться со временем. И многие вещи, ну, они выдавались мне такими сжатыми пакетами, которые можно расправить и рассмотреть. Но возможно, что в одной книжке это не ограничится, но я не знаю. Я решила попробовать просто ради эксперимента. Просто сделать одну небольшую брошюрку и посмотреть, как люди будут реагировать. Потому что это некое другое пространство, другое переживание. Это больше похоже на западноевропейскую мистику, чем на вот эту вот такую сильную этническую шаманскую мистику. Но этот опыт еще, он требует какого-то переосмысления, каких-то еще доработок моих внутренних. И не все я еще понимаю, конечно, про себя внутри этого опыта. Были сны такие, они были сказочного толка. Например, однажды в детстве мне приснилось, что я угощу бабушке с дедушкой. И внезапно бабушка превратилась в ведьму. Как я это поняла, она что-то крикнула мне. Я не помню сейчас, какая это была фраза. Ну, например, потому что ты плохая девчонка. Ну, не такая банальная. Было что-то поинтереснее. И она ткнула меня пальцем в живот. И я пролетела от этого толчка через комнату и упала на стул. И вот так мне приснилось. И я проснулась в ужасе, в холодном поту, ощущая вот этот толчок вот где-то в районе пупка. То есть я чувствовала, что меня только что кто-то ткнул в живот. Это было физическое ощущение, абсолютно реальное. Вот я, например, это запомнила. Это такой сон. Изначально все украшения – это обереги. Вопрос в том, чего мы от них ждем. Люди вообще никогда не думают о том, что вот они купили вот такую штучку, она их там чего-то защитит или что-то. Они думают, как бы вот к этой юбочке бы что-нибудь взять. Да, вот такое. Что касается энергетики, мне часто задают этот вопрос про украшения, про энергетику. Вот как же там чужая энергетика, это украшение кому-то там принадлежало. Я всегда на это отвечаю. Я не знаю ни одного несчастного, больного любителя антиквариата. Вот ну не знаю. Вот знаю я любителей антиквариата, которые любят жизнь. Они любят красивое, любят красивые вещи. Они интересуются историей. Они полны вдохновения. Это совершенно удивительные люди. Они никогда не говорят про плохую энергетику. Никогда в жизни. Мне кажется, что эти вещи, они их любили. Они пережили войны, революции. Их хранили. Их не выкинули при переезде, как часто у нас в Советской Времене, например, делали с украшениями. Они дожили до наших дней. А это означает, что это предметы силы. Они впитали в себя любовь предыдущих владельцев и их заботу. И они могут поделиться этой силой с вами, если вы готовы. Однажды утром, в какой-то выходной день, мы сидели с моим мужем на кухне и спокойненько пили кофе. И мы о чем-то говорили таком бытовом. Я не помню, что надо куда-то сходить, что-то купить. Но как обычно люди расслабленно болтают утром в субботу. И в этот момент почему-то у меня в мозгу всплывает такой вопрос. Интересно, а бывает такое, что человек, потеряв кого-то очень близкого, испытывает одновременно и горечь, и горечь утраты, и облегчение. Не знаю, почему вдруг у меня появился вопрос в голове вот этот. Вот он всплыл. И в этот же момент я как бы получаю ответ. Да, вот есть некая Матильда. То есть тогда не было еще. Первые мысли были без имени. Значит, вот некая женщина. Она жила, жила была некая женщина. В некоем городе. Город был пиратский. И вот как бы вдруг у меня в голове начинает течь повествование. И это повествование снабжается такими очень осязаемыми картинками. Картинки просто удивляют. Например, я вижу страшно раскисшую такую грязную дорогу. Просто жижа. Грязная жижа, а не дорога. И вот по этой дороге там идут люди какие-то. Домики маленькие, аккуратненькие. Такие у них окна, которые... Потом я поняла, что это мне очень напоминают голландские домики. Вот у них бывают такие окна, состоящие из множества мелких окон, как на террасках. Вот такие вот окна. И вот некая женщина, у которой был сын, он был дурачок. Этот сын был дурачок. Его все очень любили, он был очень добрый, но он был дурачок. И ей туго с ним приходилось, с этим сыном. И вот ему там сколько-то лет, ну типа 13 или 14. То есть я прям вижу, что он подросток. Он какой-то еле ходит, такой вот придурковатый. И вот он умирает. И вот она на похоронах. Его, значит, положили там в гроб, закапывают. И она чувствует одновременно ту самую смесь эмоций. И горечь, и облегчение. И в этот момент я понимаю, что она осталась совершенно одна. И вот это повествование вдруг начинает мне объяснять. Там наращиваются какие-то детали ее жизни. Что у нее был муж, он когда-то с ней, там, они были, потом он тоже умер. У нее была какая-то тетушка, которая оставила ей наследство. В общем, удивительно, удивительно подробная история жизни мне совершенно неизвестной женщины. Я вижу ее дом, как она возвращается после похорон в этот дом, совершенно опустошенный. Чистый стол, совершенно пустой дом. И она чувствует вот эту горечь и это облегчение. Но при этом она совершенно понятия не имеет, что она сейчас будет делать. Ухаживать за сыном ей не надо. Стирать ей не надо. Есть она даже не знает, хочет она есть или не хочет. Я вижу, как будто краем глаза кусочек картины. Кажется, это портрет ее тети. Той самой, которая оставила ей наследство. И по этому портрету я понимаю, что это должно быть как раз Голландия примерно 17 века. Времен малых голландцев. Мы все знаем малых голландцев. Вот она сидит за столом. И я чувствую такое сострадание по отношению к ней, такую жалость. И я думаю, ну что же она любит? Я как бы задаю вопрос. В первый момент я задаю вопрос, как же ее зовут? И мне говорят, Матильда. Ну вот этот какой-то голос из ниоткуда сообщает. Матильда. Я спрашиваю, что она любит? И мне этот же голос сообщает яблоки. И тут дальше я совершаю некое над собой усилие. Потому что до этого вся эта информация, вся эта картинка, весь этот сюжет, они текли естественнейшим образом в моей голове. Они происходили, несмотря на то, что мы сидели на кухне, она была залита солнечным светом, у меня была чашка кофе в руках, рядом был муж. Мы с ним разговаривали. И параллельно вот это развивалось у меня в голове. И вот я понимаю, что эту женщину надо как-то утешить. Не знаю, почему мне это приходит в голову. И тогда я делаю над собой некое усилие. То есть это уже усилие, которое я заставила свое воображение соорудить некоего курьера. Я увидела руку в перчатке, она постучала в дверь, вот эту застекленную дверь в мелких стекляшечках. Матильда открыла дверь. Я не вижу ни Матильду толком, ни курьера, только руку в перчатке и кусок юбки. Вот этой вот серой голландской, вот из этой какой-то грубоватой ткани юбки. И эта рука протягивает ей корзину с яблоками. Я вижу очень хорошо, то есть я нарисовала в своем воображении очень хорошо эту корзину. И яблоки такие румяные, такие прямо вот свежие яблоки. И рука ставит, она не берет эту корзину, рука ставит корзину на пол. И дальше она как бы выезжает из кадра, эта рука. Все. На этом поток информации про Матильду закончился. Я тут же рассказала об этом мужу. Мы поудивлялись, вот это интересно. Потом я пошла в гугл. Действительно, Голландия в 17 веке была пиратской страной. Там были такие города, в которых прям вот порт классический, как мы знаем из романов. Приезжали туда пираты. Там действительно были такие раскисшие улицы. Там было все очень странно, совершенно нам непонятно. И я обратила внимание на то, что имя Матильда вообще было довольно распространено в Голландии в 17 веке. Ну, я подумала, о, как прикольно. Вот какой-то получила там пакет информации из коллективного бессознательного. Дело было незадолго до моего дня рождения. И мы тогда покупали, к моему дню рождения, покупали алкоголь через одного продавца, который оптом нам, значит, привозил ящики с алкоголем прямо к моему празднику. Значит, он привозил там какое-то вино мы выбирали, там еще что-то. И он старался как-то сделать, зная, что у меня день рождения, сделать какой-нибудь небольшой подарок от себя. И вот там в этот день или на следующий, я не помню, в общем, он должен был приехать. И он приезжает, привозит вот эти ящики заказанные алкоголя, все нормально, и говорит. Ты знаешь, вот я знаю у тебя день рождения, я хочу сделать тебе подарок, я не знал, что тебе подарить. И я подумал, взять тебе вино, которое у нас еще вот нигде не выставлено было, его не было в каталогах. Подумал, вдруг оно тебе понравится. Вот просто тебе подарок, попробуй наше новое вино. Ну, от какого-то производителя, с которым мы только начали работать. И он протягивает мне бутылку. Я беру бутылку, и на этикетке написано «Матильда». И я в этот момент понимаю, что я ей подарила яблоки, она мне подарила вино. Я думаю, что вот когда я умру, и вот как каждый человек умрет, и вот тогда-то он все и узнает, наконец. И, возможно, я пойму, что все это была большая иллюзия, которую я пронесла через всю свою жизнь. И всю жизнь я верила, что я жила в Помпеи. А на самом деле это были не Помпеи, а там, я не знаю, помпасы. Вот. И я думаю, что даже если это так, я подумаю, что эта иллюзия удивительно скрасила мою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok